Самое главное, за что мы сейчас зацепились, это история соединения материального и духовного как раз. Семь лет назад, когда я была на вегетарианстве, на голоде, на меня смотрели как на больную. Но за семь лет мне действительно этот мир стал понятен. Тайн нет, мне всё ясно, всё понятно. Каждый человек, приходящий в игру, он тоже начинает себя слышать. Открытие канала ясновидения, яснознания, яснослышания. Ты видишь, ты знаешь, ты делаешь, и ты получаешь результат положительный. Практика, практика, только практика. История, зачем душа приходит в этот мир, она проста, здесь нет тайны. Она приходит в тело, которое чувствует. В херовую тучу жизни я проживала какой-то там, не знаю, монах. Я сидела в каких-то пещерах, я молилась на какую-то воду, я жрала какой-то подножный корм. Но я уже ела землю, я больше не хочу. Это то, для чего нужна регрессия, для того, чтобы успокоить сознание. Вот и вся история, вот вся история предназначения человека. Добрый день, дорогие зрители, от лица всего тайного сообщества. Я приветствую вас на наших каналах. Меня зовут Настасия. И сегодня у нас в гостях топ-мастер игры Лила, основатель единственной в мире школы трансформационных игр Лила, единственная школа с лицензией, с государственной аккредитацией и мастер агрессивного гипноза Надежда Семенова. Привет, привет, Настасия. Спасибо, что пригласили меня сегодня в выпуск рассказать о тайнах жизни. Про это очень интересно послушать, потому что я, естественно, впервые в жизни встречаю основателя единственной в мире школы Лила. Это человека, который запатентовал словосочетание игра Лила, мастер Лила. Ты играла сама? Я играла в Лилу трижды, и каждый раз я думала только о том, что я хочу этому учиться. И на самом деле даже начала, признаться честно, но без всяких лицензий, без всего. Просто чтобы понимать, как работает этот инструмент, и в очередной раз поражаюсь тому, как это работает. Ну как? То есть это то, что понять логически практически невозможно. И то, что ты говоришь, что у тебя школа с государственной аккредитацией, для меня это в очередной раз про то, насколько сейчас явно материя и духовность неразрывно связываются. Что всё, всё, теперь у нас уже на государственном уровне игра Лила, значит, вот к чему мы пришли. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила создать эту школу? И как вообще тебе это дали сделать? Как тебе это удалось? Как вообще проходил процесс донесения ценности того, как духовная игра Лила? Ты знаешь, самое главное, за что мы сейчас зацепились, это история соединения материального и духовного как раз. То есть для меня материальное – это очень простая вещь, когда эксперт или человек, который научился себя слышать и чувствовать, он так как бы проявляется в этом мире, зарабатывает деньги, становится более твёрдым, более таким проявленным, ярким, заметным. А духовно при этом он находится в таком собственном канале слышания себя. Он понимает, кто он, для чего он, куда он двигается. Поэтому легализация, так сказать, школы и сейчас последующего дальнейшего создания института игропрактики найдёт на уровне материального уровня. То есть когда мы говорим о том, что это коучинг, психология, о том, что мы можем давать людям результаты, ценности, они достигают цели. То есть мы делаем твёрдыми какие-то моменты их жизни. Но при этом мы говорим про то, что первично обрести вот этот внутренний покой, гармонию, настроиться на канал яснослышания. Когда мы получаем информацию из пространства о себе в какой-то момент от других людей, о других людях и через игропрактику, экологично и красиво, мы можем провести этот глубокий процесс. Когда каждый человек, приходящий в игру, он тоже начинает себя слышать. То есть это открытие канала ясновидения, яснознания, яснослышания. А как понять, насколько он открыт? Может быть, я тоже считаю, что он у меня открыт, но я же никогда не могу быть уверена в том, себя ли я слышу, по сути. Я всегда, опять же, возвращаясь в материальную историю, смотрю по положительности твоих результатов. Приземлённо, материально мы всегда говорим чуйка, интуиция, да такое. А когда мы говорим про тонкие пространства, про какое-то попадание в свой канал, мы говорим о том, что мы ощущаем, знаем на внутреннем уровне, что нам нужно делать, как нам нужно делать. У нас не возникает сомнений, страхов, колебаний. И тогда у тебя сразу понятно, кого ты слышишь, ты видишь результаты. Когда я услышала, как я могу через авторское своё какое-то мировоззрение, через свои авторские практики провести в жизнь. Общие базовые истории с регрессией, с медитациями, с активациями какими-то энергиями всяких разных штучек, да, то есть включить своё авторство. Я это знала, я это понимала. Дальше дело было за малым. Сделать, физически сделать, записать курс, взять людей, взять с них деньги. И таким образом появляется вот этот круговорот. Ты чувствуешь, ты видишь, ты знаешь, ты делаешь, и ты получаешь результат положительный. Когда результат отрицательный, большой вопрос кого-то слышишь. То есть, по сути, в зависимости от того, какие результаты у меня в материи, я могу понимать, насколько в духовной сфере я соединена на самом деле с собой. Да, сейчас же очень много историй, что вот мы получаем информацию, древние источники, другие миры, какие-то другие звёзды, планеты, каналы, высшие я. И на самом деле здесь невозможно, и нет прибора почувствовать, в каком канале ты находишься. Знаешь, как градусник засунул себе в этот, в чакры. Меряешь температуру, я вообще в каком канале. Вот, если в своём, то 36,6. Если в чужой залетел, что-то не то получается. Но это не только про деньги, то есть это про всё, в принципе. Это про то, что материальное – это следствие здорового духовного. Наверное, я вот так скажу. И достаточно очень часто эта триггерная фраза, очень часто цепляет людей. И вообще люди, которых что-то цепляют, это как раз вопрос их духовности прямой. Да вот прям в сердечко. Если вас что-то цепляет, из вас что-то торчит. Вот если мы говорим о том, что духовные люди работают с тем, что у них торчит, а не с тем, что нужно в этом мире поменять, то вот они в своём канале находятся. В чужом канале, когда они хотят других людей менять. Как этому вообще научить? Это же, по сути, как научить другого слышать себя. То есть это то, чем вы занимаетесь в школе, по сути. Практика. Практика. Только практика. Как научиться строить дом. Как научиться работать с измерительными приборами, чтобы фундамент не появило. То есть есть теория. Мы работаем с телом. Мы работаем с сознанием. Подсознанием. И сверхсознанием. Если мы с тобой разбираем уровни, и они более-менее всем понятны и известны, то в сознании мы работаем с убеждениями, со страхами, с какими-то вот такими вещами. Когда мы сидим и думаем, боже, что нас подумают? Это сознание. Потому что в детском саду Машка пнула меня под жопу, и я помню, как это больно. Это сознание. Когда мы говорим о том, что часть наших реакций ещё и на 90% уходит корнями в подсознание, это то, что мы не помним. Это травматичные события, которые забылись. Это какие-то детские истории. Это когда я родился, только что вышел от мамы, непонятно, куда меня потащила кушер. Ну то есть как бы это было в моей реальной жизни, но я этого не помню. И мы ныряем в сверхсознание. Это память прошлых воплощений, прошлых жизней, не всегда на планете Земля, не всегда в этих телах, и не всегда в этих энергиях. И работая на трёх уровнях, по сути, мы получаем чистого проводника. И чистый проводник можно сверху как луковица. Он первый слой срезал, у него нет страха, сомнений, колебаний. Он как путь воина. Он такой в опоре на себя. Он классный, выстроенный, чёткий. Он понимает, что им руководит, куда он идёт. Он понимает, что у него есть страхи, но он ныряет в это подсознательное состояние счастья, гармонии, сбалансированности. В мире всё рушится, а он сбалансирован. Он чувствует, что он этим фактом своего баланса поддерживает в принципе мир, фактом своего существования. И потом он ныряет в эту историю со сверхсознанием, когда уже свободен от страхов, когда уже свободен от убеждений. Тогда он видит чистым взглядом, откуда он пришёл, с какой планеты. Когда мы накладываем практику регрессии или медитации, или аффирмаций на историю грязного сознания, мы получаем грязный результат. Это как в чистую воду у нас прокапана эта зелёнка, и знаешь, она вот так вот опускается, как спрут с такими конечностями в чистой воде. И вот как бы это надо убрать. Мне очень понравилась аналогия с банкой солёных огурцов. Если к солёным огурцам в банку засунуть свежий, он тоже станет солёным. И вот сколько в эту солёную банку свежие огурцы ты не клади. То есть по сути задача мастера, прежде чем он обучается какому-то делу, будь это игра Лилы или вообще всё что угодно, задача максимально подготовить себя на уровне подсознания. Сознание. Сознание очистится, и только тогда он выходит в сверхсознание, где он… Новый уровень, да. Тогда у нас нет убеждений про деньги. Там, это плохо или хорошо, как мне заработать. У нас нет убеждений истерии, как я буду проявляться, я же ещё рот не отработал, боже, какие у меня кармические задачи. И тайн жизни нет. Ему ясна эта жизнь, ему как бы понятна эта жизнь. Поэтому это такая для меня задача на ближайшие 10 лет, вопрос, кто как идёт. То есть вот я 7 лет занимаюсь практиками духовными, кундалини-йогой, да. То есть вот это всё, с чего я начинала. Астрология, нумерология, какие-то такие базовые вещи познания, которые 7 лет назад ещё были неизвестны. Коучей не было, ченнеллеров не было, они были где-то в Америке, писали какие-то книги «Путешествия души», «Майкл Ньютон», «Регрессивный гипноз». Это всё там было. 7 лет назад, когда я была на вегетарианстве, на голоде, на меня смотрели как на больную. Но за 7 лет мне действительно этот мир стал понятен. И тайну меня на данный момент, от меня точнее, нет, мне всё ясно, всё понятно. На данном этапе дальше оно как бы углубляется. И вот этот момент ясного сознания, вот только с него можно начинать двигаться вперёд, зарабатывать деньги, работать с людьми, зарабатывать экологично, красиво, проявлено на своих талантах, на своих желаниях. А может ли быть такое, что, ну, словно в этом воплощении, душа, человек не может в принципе дойти до уровня сверхсознания? Или это всем доступно? Я думаю, что не всем абсолютно. Есть всегда какая-то процентность. Знаешь, можно долго вытаскивать человека из деревни, учить его манерам, красиво одеваться, отправить к стилисту, заняться каким-то внутренним миром, прочитать кучу книг по истории, по эпохе Возрождения, по тому, как строился мир философии и всего прочего. Но как бы он останется человеком из деревни, ему будет сложно даваться это. Он будет постоянно забывать ложкой он ест или вилкой, суп он ест или лапшу, и вообще в какой он стране находится, и что там у него за как бы бэкграунд сейчас. Поэтому история выхода куда-то вверх, она, ну не скажу слово, единична. Давай даже так. Если мы с тобой соединим мою теорию уровней сознания, уровней развития человека, его энергии с деньгами, то не все люди способны зарабатывать выше, не знаю, 100 миллионов. Рублей. Не руби. Так, это интересно. А что это за... Не все способны, их меньше. Но те, кто зарабатывает 50 тысяч рублей, быстрее способны заработать 100, 200 и 300. Те, которые заработали 300, и им нужно миллион, их ещё будет меньше. Ага. То есть я называю это теорией естественного отбора. Когда человек либо стремится слышать себя, открывать канал свой собственный, общаться со своим собственным внутренним, внутренним, высшим я, да, каким-то чутьём какой-то истории, и за счёт этого реализовывать себя и продавать, и тогда ему нужно пройти кучу-кучу-кучу таких трансформационных ступеней, препятствий. Съесть очень много проблем. Потому что если человек не ест проблемы, он уменьшается. Если он ест проблемы, он растёт. Но задача в том, чтобы есть их, и чтобы это не вредило пищеварению ещё как-то, подготовить себя к этому ведь. А можно? Нет, ты готовишь себя во время поедания к проблемам. Ага. Только тогда я узнаю, что я ем. Только тогда ты понимаешь, как ты на этом вырастешь и что у тебя случится. Потому что можно уйти от проблемы и сказать, я не хочу сейчас её решать. Я не слышу себя, я не чувствую своё тело, я не понимаю, что происходит в моей жизни, и мне сейчас это не важно. Мне страшно туда заходить. Проблема остаётся несъеденная, она накапливает свой негативный потенциал. Потом несварение случается. Энергетически становится тяжелее переварить то, что мы отложили на потом. Потому что негативный потенциал отложенных вещей в этой жизни, он имеет свойство уплотняться и усугублять. Я всё ещё не поняла насчёт уровней сознания. Мне вот интересно. Ты сказала, что не все могут, по сути, зарабатывать большие деньги. И это зависит от того, на каком уровне сознания мы находимся. И, разумеется, мне интересно узнать, что это за уровень сознания. Это твоя теория или это... Это моя теория, как это тебе сказать, свалившаяся с неба. Ну, то есть всё, да, условно, всё, что я создаю, это курсы, тренинги, регрессии, историю игропрактики. Я это создаю с нуля. У меня не прочитаны никакие книги, я не нахожу никакие курсы, кроме курсов, которые закрывают мои базовые потребности. Если мне сегодня нужна растяжка, я куплю курс по растяжке. Если я сегодня что-то не понимаю в маркетинге, я куплю курс по маркетингу. Если по блогингу, то по блогингу. Но курс по ченнелингу я не куплю никогда. И курс по медитации я тоже никогда не куплю. Потому что я способна на своём уровне сознания доехать до буддистских центров в Таиланде и просто сидеть с местными монахами и медитировать. Мне не надо этому учить. Я посмотрю, как делают это они, и услышу себя. Я способна походить и посмотреть, где есть сильные места на планете, доехать до них и спросить. А я хочу себя услышать и с собой поговорить, как мне свой собственный канал открыть, уши расширить, углубить. То бишь курсы про самопознание, ну типа научись ченнелингу, научись делать то, научись просчитывать это, я не возьму никогда. Поэтому теория любая, которую я даю на своих курсах, она только моя, услышанная в медитационных центрах, в ретритных практиках, в тёмном ретрите, вот в этой тёмной випассане, в поездках по миру, в поездках по сильным местам, в общении с сильными проводниками. А чем, по сути, отличается то, что ты даёшь на курсах от других курсов? Ты знаешь, я вывела одну историю. Все дают инструмент, не подготовив мастера. В Японии катана, катану, да, вот мачете, ну вот какие-то такие оружия, обоюдоострые, подготовленные для того, чтобы буквально там убивать врага либо защищать что-то своё, выдавали только опытным бойцам. Поэтому, когда я что-то создаю, моя задача сделать человека, приходящего ко мне бойцом, а не выдать ему меч, которым он расхерачит весь мир, всё пространство порежет, к херам все энергетические связи, взаимосвязи, мир и других, и себя. И потом я за это как бы косвенно всё равно несу ответственность. То есть моя задача — фундамент воина в его собственном канале, в его собственном теле, который находится, выстроить. А без этого состояния, чистоты, мастер всё равно привносит что-то своё в процесс? Ты знаешь, мы всегда привносим своё. То есть условно отделить эго от чего-то невозможно. Без эго люди становятся рафинированными, и мы можем посмотреть вот эти все людей, которые не едят годами, и им ничего земное больше неинтересно. Вот это вот отключённое эго делает человека неотделимым от сути, а суть у нас всё-таки данность — это тело. Это умение получать удовольствие, это умение передавать удовольствие. И вот эти все глаголы «удовлетворять» они всегда «продавать», «отдавать». Мы можем только телесно друг другу что-то. Поэтому тут такое, знаешь, шпалка о двух концах. И когда я где-то выступаю, провожу конференции или записываю уроки, я всегда говорю, пожалуйста, включайте свой мозг, потому что я рассказываю с своей точки зрения, а у вас всегда должен быть баланс в голове. Потому что если вы услышите в моих словах не баланс, а крайность, мы друг друга не поймём, мы уведём вообще не туда. То есть всегда фильтровать, не доверять на 100%, всегда иметь свой собственный интеллект. ситофильтр, знаешь, гениальная фраза, я её очень люблю. В Google можно найти всё, кроме вашего опыта. Поэтому история про то, что я услышал, купил, но не могу окупить, пройти и довести до конца, это история про Google. А история про то, что я что-то прошёл и начал делать, это история про моё авторство, где я занимаю позицию творца. Это та позиция, которая мне как бы богом предначертано, так сказать. Но мы, по сути, всё равно возвращаемся к тому, что для того, чтобы пропустить через себя, у меня должны быть знания определённые. Я же для того, чтобы понимать, насколько это вообще релевантно для меня, всё-таки какой-то багаж... Ты получаешь опыт, а не знания. Вот ценность. А опыт получается, когда ты, почувствовав направление, туда заходишь, сделав определённые действия. То есть условно перед тем, как увидеть прошлые жизни и получить свой опыт, хотя мы купили практику в регрессии, то есть медитативное погружение вглубь себя, чтобы увидеть, что у нас в сверхсознании, в нашем находится. И перед тем, как получить свой собственный опыт и увидеть, я был тем-то, у меня вот это в жизни случалось, именно поэтому сейчас у меня что-то получается или не получается, логично, что уровень сознания нужно успокоить. Он не должен быть взбаламучный. То бишь я получаю направление. Перед тем, как пройти практику, которая покажет мне, кем я был в прошлых жизнях, мне нужно успокоиться, убрать мышл и мышалку, сомнения, убрать историю, а это правда или нет. Потому что, когда люди погружаются в практику, 90% не доходят до конца или выходят из пространства, с глазами я не могу в это поверить, я начинаю думать и взвешивать, это правда или нет. Соответственно, мы получаем, да, ещё раз, направление. Нам нужно успокоить сознание, ум, чтобы услышать и почувствовать энергии. И это то, для чего нужна регрессия, для того, чтобы успокоить сознание. Я бы сказала, телесная медитация. Вот смотри, человек живёт сейчас в адовом ритме. Ты заметила, как увеличилось количество событий, происходящих с деньг? Как ускорилась история реализации? Хочешь ты этого или не хочешь? Чего-то, о чём ты думаешь. Замечаешь ли ты, что, включая какие-то новости, они уже становятся неактуальны за сутки? То есть, вот это увеличение скорости вибраций планеты, Земля. Атомы, молекулы стучатся друг от друга быстрее. Когда мы это понимаем и сами ещё себя в этом процессе разгоняем, естественно, у нас получается такая шелуха в голове. Шум. Гам. И человеку сказать, выключи себя. Ну вот представь, что ты что-то ведёшь, а у тебя, ну, интервью или что-то, а у тебя в голове что-то происходит. А то ли я сделала, правильно ли я спросила, вовремя ли это? А как это должно быть? Я тебе скажу сейчас, не думай об этом, успокойся, что ты? Не понимаешь, что ли? Получится ли это у тебя сделать сразу? Без практики нет. Поэтому практика всегда в наше время идёт через тело. Поэтому первичные медитации, которые я даёт, и телесные медитации, чуть связанные где-то с кундалини-йогой, где-то с хатха-йогой, с тем, что всегда было дано, работаем с телом. Это первая наша ступень. Только после этого мы можем активировать что-то высшее. Здоровое тело, это как здоровый канал, как здоровый провод. Чистое тело, чистый провод, чистое восприятие. Поэтому только после этого мы идём в регрессию. Когда мы через тело, сделав практики, успокоились, потом мы ныряем вот в это тонкое состояние и получаем свой собственный опыт. И после того, как мы несколько раз это сделали, произвели работу определённую над собой, в какой-то момент он вообще наступает, момент осознания, что ну всё, я готов идти дальше. Дальше в обучение, уже по сути, в получении инструмента в свои руки. Ну вот представляешь, вот как бы мы вот так смотрим на жизнь, и когда мы делаем какие-то практики, очищаем свою голову от всего, сознание, как вот пазлы добавляются. Ты становишься как бы более широкой картиной. Вот у тебя было 500 кусков, ты поделал практики, почистил тело, поработал с сознанием, у тебя уже пазлы с тысячей кусков. Ты такой, вот тут-то я и готов к чему-то большему, к получению нового опыта, который до этого был за рамками моего восприятия. Потому что когда мы идём в регрессию, например, если мы говорим о том, что для меня это один из инструментов вот открытия вот такого канала получения информации, потому что мы начинаем себе верить, то мы с тобой говорим об этом. Регрессия — это опыт жизни, которые со мной в этой жизни не случались. И если я в этой жизни вот настолько узок, ну кого я буду видеть? Воплощение кассира в пятёрочке, луны в закате, кошки в подворотне. Поэтому, когда мы практикуем, когда мы успокаиваем ум, когда мы убираем картины нынешней жизни, мы расширяемся, успокаиваемся, и мы готовы впустить новые в себя. То есть, по сути, это происходит с опытом. Да. То есть, знаешь, одна такая моя задача — это когда мы говорим о каким-то очень тонких вещах, очень порой сложных, как устроена материя мира, как устроена прошлая жизнь, как устроено время, линейно-нелинейно. Вот на простых историях с пазлом хочется донести эти сложные вещи чуть проще, да, более простым языком. Привет, друзья! Совсем скоро тайное сообщество отправится исследовать места силы таких стран, как Перу, Мексика, Индия. И это только начало. Мы поедем в самые неизвестные, в самые тайные, самые сильные места этих стран и будем там делать разные сакральные практики для того, чтобы преобразовывать себя и следственно улучшать качество своей жизни. Если вам интересно отправиться в такое путешествие и разгадать эти тайны вместе с нами, то вы можете подать заявку на присоединение к путешествию по ссылочкам в описании к этому видео. История про соединение материального и духовного как уровень сознания, ну или условно широта поля человека, энергии, качества его ауры влияет на количество денег. Давай сразу, вот знаешь, по таким как бы простым классным вопросам. Ты же видишь, что есть люди, как я ненавижу это слово, бомжи, ну такие homeless, бродяги, бродяги, трубодуры. Может ли быть у них семья, может, могут ли быть у них отклонения, да, какие мы берем отклонения от такой человеческой сути. ну вот в эту животную историю убийства, грабежи, какие-то изнасилования, ну то есть вот как бы они же все равно существуют эти люди, мы же не можем вычеркнуть из жизни. Мы же берем людей, которые смотрят телевизор, помнишь, как в комедий-клубе он такой в семейничках сидел и все время такой вовлеченный, что-то смотрел, типа жена пиво принеси. Это часто либо про нулевые заработки какие-то, либо какие-то, ну вот, когда у человека нет импульса вообще жить и развиваться. И таких людей много. И вот это уровень развития сознания животных, спящих, сознание спит. Оно же, оно находится на уровне вибрации животного. Это пожрать, размножаться, ну или, если надо, можно территорию охранять. Больше нет импульсов. Нет импульсов к чему-то более важному, глубокому, нет желания почитать книги, историю, ну то есть как бы такое. Вяло текущее спящее сознание. Вот у тебя там на этом уровне денег будет ноль. Теперь вспоминай. У кого-то есть даже родственники, я не говорю уже о друзьях и о каких-то других категориях близких людей, которые говорят, слушай, ну чем ты занимаешься? Это говно какое-то несёшь домой вечно. Ну зачем ты читаешь? Тебе в кино не ходится. Путешествовать вздумал? Ой, я тебя умоляю, где родился, там и пригодился. Люди, которые пишут говнокомментарии, абьюзивные, уничтожающие, рушащие какие-то порядки в головах других людей. Люди, живущие в догмах, вот я, как человек, который ведёт блог про самопознание, про энергию, про эзотерику частично, да, уже более отвердлённую твёрдость, да, перешедшую, я часто сталкиваюсь. Идите, вы, знаете, несёте какую-то ерунду. Возьмите, сходите, вам ченнеллер покажет ваш путь. Это второй. Это кто-то пишет мне в блоге. Это второй уровень сознания. Это люди, часто живущие в долгах, в кредитах, в ипотеках, люди с заработком, 30-50 тысяч, ну такие вот. Всё, вот это их лимит. И это уровень сознания критический. Это когда в подростковом возрасте в психологии, да, есть история, когда развивается критическое мышление, когда мы начинаем выбирать. Мама говорит, ешь суп, а я уже не хочу супа, я не хочу это осознанно есть. Я уже подвергаюсь сомнению. Дальше человек, ребёнок развивается, он становится взрослым, который начинает понимать, что он любит, что нет. Но люди, которые не переходят критическое развитие здоровое, они остаются на уровне сознания критиканов, жалобщиков. Три мои заповеди. Не ной, не жалуйся, не критикуй. Вот они ноют, критикуют и жалуются. Вот этот уровень сознания критичный, заработок до 50 тысяч, соответственно, кредиты, долги, ипотеки, всё, что мы про это проговорили. Уровень сознания критичный, он ещё, знаешь, кому относится к истории веганства, вегетарианства, когда такие, типа, а все остальные должны умереть и нести карму. Ну, это догма, это всё ещё абсолюты и отсутствие, на самом деле, введения целой картины, полной. Это база из 20 кусков. Поэтому и денег здесь много быть не может. Поэтому я говорю, как духовное связано с материальным в проявленности. Ваша энергия, проявляясь в энергию мира, даёт вам аплодисменты, то бишь деньги. Угу. Так, мы выходим на третий уровень сознания. Я очень боюсь удорожить себя где-то. Но ты уже не на первых двух. Ну, я уже не на первых двух. Но если смотреть на деньги, это интересно, потому что, ну, условно, те же монахи, у них нет денег, у них в принципе нету ничего в пользовании их. И что они обычно транслируют? А-а-а. Догму религиозную. А-а-а. Верование. Своё убеждение, что я святой, когда в отказе. Офигеть, они, получается, даже не поднимались выше второго уровня. Это не значит, что им, опять же, надо. Ну да. Потому что, когда ты условно в прошлых жизнях проживал первый уровень сознания и только учился ковыряться в земле, пришёл сюда и такой типа, я на планете Земля? Не сделала? То, конечно, второй уровень сознания понять, что ты что-то большее, высшее, и мы тогда уходим в религию. Фанатики. То есть, по сути, проще выбрать какое-то одно направление, догму, и в него упереться, в аскезу. Это не проще, это просто как бы вот way of life такой. Вот это такая ступень. Потому что, скорее всего, в следующей жизни он захочет что-то другое. Просто кажется, что в этом и есть сила, чтобы взять, отказаться от всего мирского. А зачем тогда сюда приходить? Это другое. Имея в физиологическом теле органы удовольствия, не буду перечислять, не все можно будет запикать. Ты знаешь, когда я ходила в регрессию за поисками каких-то своих ответов из-за истории, знаешь, а откуда корни моего гедонизма, а я люблю вкусно, красиво, эстетично, вот это вот, чувственно, это важно, они оказались в том, что хера, вот туча жизни. Я проживала какой-то там, не знаю, монах, без бабы. Я сидела в каких-то пещерах, я молилась на какую-то воду, я жрала какой-то подножный корм. И это было 500 этих, блин, грёбанных жизней, когда я ходила в эти регрессии. И я в этой подумала, нахер мне, это уже надо. Ну, я уже ела землю, я больше не хочу. И поэтому воплощалась столько раз, чтобы понять, что не нужно жрать землю. Вы что вообще? Пить кокоса? Столько всего можно ещё. Прожить. Столько всего можно прожить, потому что история, зачем душа приходит в этот мир, она проста, здесь нет тайны. Она приходит в тело, которое чувствует миллиарды рецепторов, сложнейшая нервная система, сложнейшая история связи рецепторов с мозгом человека. Нейронные сети, как космос, безграничные. И каждый раз, прикасаясь к ним, мы активируем этот космос. Вот и вся история, вот вся история предназначения человека. Развить, раскрыть свой потенциал. Сенситивность. Чувственность. Потому что только на этой сенситивности открывается потенциал человека. Это начинается с базовых вещей. Знаю я свои границы или нет? Со мной так разговаривать не надо сейчас. Вот на меня так не смотри. Всё, я уже о себе что-то знаю. Так меня не трогай. Вот это мне неприятно. Это я есть не буду. Это не моя история. Потому что сейчас из-за информационного шума подключается история. Так это ты себя не проработала? Чего так тебя не трогай? Ты знаешь, чего? Это вот у тебя же что-то происходит. А со мной так не надо. Я знаю, что я хочу. У меня курс вот такой вот. То есть по сути мы совершаем преступление против себя, если мы ограничиваем свои желания, если мы ограничиваем своё видение. Баланс. То, что кто-то может написать, у меня желание убить человека. Тогда мы, конечно, говорим, поработай над собой, с тобой что-то происходит. Что за подавленная агрессия? Ну, а если человек говорит, что ему достаточно, вот он живёт какую-то жизнь, там, 30-50 тысяч, он говорит, а мне нормально, мне достаточно. Когда ты приводишь такой пример, это значит, что человеку уже задали этот вопрос. Это значит, он попал в среду, которая спрашивает, почему он такой. Ага. Потому что, по сути, человек, которому всё достаточно, он даже и не отвечает на эти вопросы. Он просто не находится в среде, которая толкает его в рост. Ну да. Кайфует просто. Переход с уровня сознания одного на другой происходит у ищущих людей. То есть, если мне задают вопрос, значит, я ищу. Если ты зарабатываешь 30 тысяч рублей и пришла со мной поболтать, и я тебя спрашиваю, а тебе вообще 50 не хочется? А ты говоришь, нет, не хочется. У меня тогда вопрос, зачем ты пришла поболтать? Потому что кому не хочется, они на это не тратят время, не тратят силы, не тратят энергии. То есть, если мы видим человека, проявленного в поле, и он там что-то пытается в себе действовать. Даже если он просто слушает и говорит, «Да я просто так слушаю». Это уже внутренний посыл, импульс перед переходом на следующий уровень. То есть, людей спящих-то мы, по сути, не встречаем. Даже категоричные люди, это уже проснувшиеся люди, потому что они уже вот этот фильтр включили, и у них там где-то шипы и розы. То есть, они уже создают какие-то колебания в пространстве, что-то ищут, что-то пытаются. Интересно. Третий уровень. Уровень пробуждённого человека. Он уже уходит из критичности и понимает, «Да, кроме йоги есть ещё и спортзал. А может, йога ореха мне не накачает, может, в зал походить?» Он уже ищет варианты. Он уже говорит себе, «Я пробудился настолько, чтобы понять, вот как раз полтос меня не устраивает, что я могу логично сделать, чтобы сделать Х2». И тогда он начинает тестировать. У него может быть несколько работ, он пытается найти, на какой ему будет повыгоднее. Он где-то понимает подсознательно уже, что если он начнёт не просто много работать, но и качественно, но это ещё только фон, только тоненький фон. И потом он движется к тому, чтобы уже как бы найти себя. То есть он уже пробудился настолько, чтобы понимать, что он носит, что он ест. Но проваливаться в каких-то глобальных вещах. Знаешь, как я самый простой пример привожу, я такой, ну это утрированная версия моих клиентов иногда, я такой весь чистый, такой здоровый, я такой вегетарианец, я водичку пью и анализы сдаю, всё, вот у меня кинуа, но паста колгит, зубная. То есть мы в каких-то вещах в пробуждённости не имеем тысячи пазлов, их ещё меньше пока. То есть мы уже понимаем про питание, про воздух, про воду, но какие-то вещи ещё не состыкованы, если на таком простом примере. То есть где-то ещё в пробуждённом уровне возникает эта история, я хожу по улице и думаю, господи, куда катится этот мир, столько пластика, мы засрали всю планету. То есть я пробудился, но я ещё делю на добро и зло. Я ещё могу в пробуждённом состоянии иметь эту вот как бы такую по сути недуховную вещь, это категоричность. Вот это правильно, а это нет. Я знаю, как правильно. Оно поможет критичности тогда переходить. Как бы мы с уровней тоже можем считать. То есть человек пробуждается, пробуждается, всё понимает, потом попадает в какую-то религиозную воронку, а другое больше не работает в этом мире. И он в критичности, в долгах, в кредитах и зарплата упала. То есть можно перемещаться между уровнями. Ну это как ты же ощущаешь, ты поела там, я не знаю, мясо условно, и ты сутки есть не хочешь, тебе тяжело, особенно в жарком климате. Или ты поела кокос, у тебя движеничок, и ты хочешь что-то ещё вкусненького, салатик какой-то, да, у тебя энергия другая. Тут то же самое. То есть вцепился за кого-то? Зацепился за крючком, поднялся? То есть мы по сути, за счёт того, что мы погружаемся вот в эти вот, по сути, признаки того, что мы на каком-то уровне, это критичность, это мы цепляемся об это, и через это мы можем либо упасть, или мы можем подняться за этот крючок. То есть крючок неплох сам по себе. Вопрос, куда он, за что тебя цепляет? Это как, знаешь, тоже опять же упрощая эта история с дайвером. Я дайвер, у меня практически все дипломы, все сертификаты есть. Я плаваю в разных частях этого мира, в разных условиях. Вот у нас есть понятие. Нейтральная плавучесть, это когда ты зависаешь на одном месте, какое бы течение ни было, чтобы ни было, ты в одном месте висишь. В этот момент ты можешь расслабиться, наблюдать и кайфовать. Есть как бы позитивная плавучесть, это когда тебя выталкивает вверх, и тебе приходится бороться. Если тебе наверх не надо, ты должен включаться. Есть нейтральная, негативная, это когда тебя тянет вниз. И ты попадаешь в разные, так же как и под водой, в жизни в разные ситуации. Иногда бывает тянет вниз так непреодолимо, что нужен крючок за верх. Тогда ты цепляешься за своего бадди, за лодку, если она есть, за что-то. То есть ты всё время выбираешь, где тебе быть, в зависимости от того, где ты хочешь находиться. И на третьем уровне мы всё ещё можем не видеть чего-то, всё ещё есть какие-то, но уже шире. Четвёртый уровень. Просвёщённый. Здесь уже человек готов зарабатывать и может зарабатывать вполне. Суммы, про которые мы говорим уже, что-то связанное с миллионами, там, где человек может уже спокойно делать, например, запуски. Если мы говорим про соцсети, то это миллион, несколько миллионов запуск. Или мы говорим про работу с клиентами, у человека включается сарафанное радио. И к нему приходят люди, говорят, вот это вот ты крутой. И вот это крутое, я своим друзьям рассказываю, они идут к тебе. И у человека уже как бы поднимаются заработки. Это если мы связываем историю с какими-то практиками, техниками. Если мы говорим с тобой про заводы-пароходы, то на таком пробуждённом уровне люди создают какие-то свои предприятия, где они уже дают работу другим людям, где уже они коммуницируют на уровне бизнеса, на уровне продуктов, как бы трансляции ценностей через свой бизнес. И вот они уже широки. И вот у них уже нет плохого и хорошего. Они понимают, что где-то можно ложануть, но они такие, типа, угу. Но это же ошибка. Быстрее исправлю, быстрее пойду вперёд. Сталкиваясь с ошибками, спящий уровень не понимает, что он ошибается. Критичный из этого делает травму. Да, как бы третий уровень из этого делает какие-то свои выводы и очень часто стопорится. Я так больше не могу, мне надо это прожить. Да, вот это пробуждённый. А просветлённый говорит, ошибся, классно. Минута, чтобы исправить. Ну, это же довольно большой разрыв между состоянием, где человек всё ещё и сразу миллионные запуски. Ну, я тебе сейчас примерно говорю, то есть там может быть пятьсот тысяч, шестьсот, восемьсот. А на том уровне двести, триста, четыреста. Ну, такое. А ну, знаешь, когда я веду какие-то бизнес-тренинги, и очень часто сейчас бизнесмены ныряют в желание себя слышать, слышать свою душу. И конкретно часто сейчас бизнес связан с темой «ду ли я путём души?» То тогда в этот момент, я всегда говорю, вспоминайте, вы когда первые полмиллиона зарабатываете, первые триста тысяч зарабатываете, это мёртвая зона называется для бизнесмена, потому что ты закрыл базовые потребности. И если у тебя нет крючка, зацепиться выше и расширить пазл своей жизни, ты будешь говорить, ну, я уже знаю, шли триста и зарабатываю. Потом дальше пятьсот, потом восемьсот. И то есть как бы мышление всегда у нас и сейчас из-за инфошума отталкивается от слова «миллион». «мёртвая зона», то часто, когда человек говорит, да я уже практически там, это мёртвая зона. Потому что когда крючков больше и ты уже в пробуждении понимаешь, понимаешь, сейчас зацепила основную идею. Пробуждённый, он где-то ещё у него проскальзывают чужие идеи. Кто-то подселил историю, что тебе надо работать с людьми, у тебя много энергии. А у человека мозг под бизнес заточен нереально. Или под семью, или под какие-то новые выстраивания связей. А ему чужое подселили, поэтому и деньги колеблются. То много, то мало. То сделал запуск, то провалился. Про осветлённый он уже, почему крючков больше, почему пазл картины шире? Он ценности свои транслирует. Ему говорят, так это не зайдёт. Он говорит, так я без вас разберусь. Я тестирую гипотезы. Поэтому деньги всегда связаны с ДДД. Деньги, духовность, дух, любовь, энергия, деньги, любовь этого мира. Потому что почему все всегда говорили, что бедность — это порог. Бедные люди опасны, потому что они транслируют ценности беды. А богатые люди, Бог, Бог, богатство, они транслируют ценности Творца. И тогда я могу создавать. А что выводит с третьего на четвёртый уровень? А это я уже продаю на курсе. Ага. Но я дала тебе зацепку. И здесь я могу её взять. Ценности выводят всегда на высокие уровни ценности. Чем больше ценностей, чем они шире, то тогда на этих ценностях всегда растут цели. То есть я, вернувшись в этот раз на Бали, хотя я планировала уже быть в Америке, я вдруг начала видеть объявление о продаже земли с постройками. Я такая, блин, ретритный центр. Точно! Мои ценности соединяются с теми целями, это же деньги. Чтобы создать классный ретритный центр, чтобы у людей была забота, внимание, это нужно всё как бы масштабировать через финансы. Мне ещё сейчас пришло, что когда мы начинаем видеть ценность в каких-то вещах, это тоже про ценности. Потому что часто встречаю, что люди пытаются обесценить, что это всё неважно, это неважно, это не нужно, этот там ничего не знает, вместо того, чтобы увидеть, что кто-то действительно уже мог пройти тот путь, по которому ты сейчас идёшь. Красиво. У него есть это знание, и в этом есть ценность. И не «Ой, а у меня тут, знаете, денег нет, вы мне бесплатно, вот расскажите, пожалуйста, мне-то хочется знать». А чувствовать что? Ценности и обесценивание действительно, Куча красиво сказала. Но действительно, как будто бы когда… И теперь представь, когда люди, работающие на спящих нижних уровнях сознания, транслирующие ценности семьи, или что-то ещё, или умение себя слышать, или что-то, ну короче, не суть. Насколько вот как бы задача любого проводника и мастера расширять картину идущего к тебе. А если ты сам в узкой картине мира? И стоишь 10 баксов. И тебе пришёл, если человек уже пришёл, ему ок, а если человек такой же пришёл, ему уже не ок, он с тобой не вырастет. Поэтому тут такая всегда история и про экспертов, работающих с людьми, и про историю любого бизнеса, где я хочу через ценности расширяться, и историю любого человека. Потому что семья, например, показатель вообще вот этого. Если я лежу, хожу на курсы, а мой партнёр лежит на диване, не надо строить иллюзии, что ты на курсах развиваешься. Знаешь, как у меня была одна конференция в том году в Петербурге на 300 человек. И запрос у психолога был выйти на новый уровень развития, начать путешествовать, увеличить поток клиентов и масштабироваться. Я говорю, вопросов нет, прописываем план, привлекаем трафик, создаём курс, создаём продукт на твоих ценностях, да, и как бы оно всё понятно. Она говорит, у меня времени на это нет. Я говорю, а на что у тебя уходит время? Она говорит, ну, у меня трое детей. Я говорю, ну, так и ты не одна. У тебя есть муж, от кого дети, который может зарабатывать, освобождать себе время на творчество и путешествия. На что она мне сказала, а мужу моему ничего не надо. Он ходит на работу, повышать заработок не планирует и в принципе лежит на диване и не смотрит за детьми. На что я и сказала, а у тебя никогда не будет масштаба. Посмотри на человека, с кем ты трахаешься. Если он не хочет развития, у тебя развития не будет никогда. Это опять про совмещение уровней сознания. Духовный человек, который таковым себя считает, который слушает историю, связанную с собой, со своими желаниями, никогда не окунётся в историю. Мой партнёр дан мне для проработки. Мне нужно его вытянуть, спасти. Да, это русские бабы, это их какие-то старые, советские убеждения в сознании, которые не вычислили. На самом деле, вот в европейском, ну, по сути, в капиталистическом обществе, там мужчины боятся порой лишнее слово сказать женщине, что это ей не дать, потому что они знают, что как только она почувствует, что всё, там что-то вокруг неё нет, всё, до свидания. Ты, слушай, это, знаешь, я называю сейчас всё, что происходит в мире, это мракобесие. Это эпидемия информационного шума, мракобесие. И вот эта история с категоричностью, какими-то историями. Можно, найдя свои ценности, цели, живя в гармонии с собой, со всеми людьми, постоянно чего-то хотеть искать, искать эти крючочки. И при этом ты, просто вот у меня лично нет времени обсуждать, осуждать, оценивать, говорить, кто плохой, кто хороший, ввязываться в какие-то ситуации. Чем моё поведение поможет в данный момент миру и моему окружению? Ничем. Поэтому я занята всегда собой. Поэтому на других у меня нет времени. поэтому самое прикольное это тянуться уровнем сознания выше, потому что если в этом мире что-то есть, оно здесь существует, простите, потому что должно быть. И когда я говорю, я в это не верю, это неправильно, по сути, я это говорю, мы вот смотрим наверх, мы же все во что-то верим. Кто-то в Бога, кто-то в себя, кто-то... Ну вот что-то туда высокое. И когда мы говорим, этого не должно быть, это неправильно, я говорю, это похоже на то, что мы к бате Мы тут у бати в гостях И мы такие, типа, батя Херово у тебя в доме все устроено, батя И батя такой, херово, ну вот тебе Ну, урок, условно, да Чтобы понять, что все гармонично Если убрать шум и мракобесие Вся истина была в древности Понятие тхарма, понятие карма Очень простые вещи Отвали от всех, займись собой И следи за теми семенами, которые ты опускаешь в почву И уже на четвертом уровне мы, получается, от всех Просветляемся Это то просветление, за которым идут люди Когда люди говорят, я просветленный, когда я в аскезии, в отказе Ты прости на втором уровне сознания Просветленный человек — это слово принятие, отсутствие критики, убеждений Да, оно всплывает, я тоже это в себе вижу Я иногда думаю, блядь, ну ты, тварь-то, а А потом, ну как бы, я это вижу и думаю, мгм И опять занимаюсь собой Вот вся история саморазвития Потому что никакая душа, никакая энергия Не все, кто даёт нам какую-то информацию Наши вот эти вот каналы, какие-то вибрации Никто не работает на уровне осуждения, оценки, обсуждения Негатива, злости и агрессии Все любые каналы, с которыми человек связывается Они работают на уровне любви и благодарности И там не может быть этих эмоциональных качелей Я ничтожество И я величество А по сути, то, что мы сейчас как-то называем это всё И говорим, что вот эти ребята на втором уровне Это факты, или же это тоже элементы критики А где здесь критика, это мы же просто говорим с тобой Ну вот человек увидел догму и пошёл Если бы я тебе сказала Ты представляешь, какой он хернёй занимается Пошёл в монастырь медитировать Вот будешь, что, забыть пора эту херню Уже пять тысяч лет прошло Вот это критика А история в том, что человек занимается И это его путь Это просто как наблюдение Потому что вряд ли Мы, глядя на монаха с тобой, подумаем Он, наверное, с тусовки пришёл Ну как бы вряд ли Понятно же объективно, что это монах Куда-то идёт молиться Если бы мы с тобой ещё раз сказали Какую-то херню он делает Это уже критика и обсуждение А констатация факта монах идёт молиться Это нейтральная констатация факта Не критикуем, значит Всё нормально, держимся на уровне Не будем говорить на каком Пятый уровень Пятый уровень Божественный Мой любимый Когда я хожу на встречи с миллиардерами Списоков Форбс Какие-то встречи, бизнес-ужины, бизнес-завтраки Ну это и на Бали было, и в Москве было И в Америке очень много таких людей Это люди, которые, пройдя три ступени эволюции Да, вот как бы тоже можно немножко это захватить Это же тоже про тайну жизни Да, вот пройти три ступени эволюции Вот они на третьей ступени эволюции Зарабатывая деньги на чём-то своём Инвестируют их в какие-то проекты Я знаю одного миллиардера, который строит церкви Ну потому что он христианин Вот он прям религиозный, верующий христианин Он строит церкви на крайнем севере Где кроме белых полярных медведей Никого нет Потому что ему важно, чтобы там стояла часовня Он это делает для себя, получается, всё-таки Ну это же ему важно Мы все делаем для себя Всегда Мы когда работаем с людьми, тоже всё делаем для себя Ему это важно Но он туда тратит что? Своё время, свои деньги, свою энергию, свои активы Я условно могу тратить своё время, деньги, активы На лежание на диване Это же не считается божественным уровнем То есть я могу так же Вот у меня есть догма Где здесь какая-то... На одном уровне, сейчас объясню Мы транслируем ценности, да, как бы свои Через ценности строим бизнес Через ценности строим свою экспертность Да, через ценности привлекаем к себе своих людей Свою стаю Здесь человек, уже имея стаю, ценности и крючочки Понимает, что он может сделать аловерды этому миру Ага, я поняла И кто-то делает там что-то ещё Кто-то ещё создаёт Кто-то создаёт пароходы, заводы Кто-то создаёт фонды Благотворительные, инвестиционные Кто-то строит больницы Кто-то строит дома Поэтому я всегда говорю, почему беда Бедность, а богатство Бог Потому что бедный человек Да, он может принести корм бездомной собаке Это великолепно Но он бы мог построить приют Если бы, идя через свои ценности Он бы реализовал себе Заработал деньги Тогда как возрастает его помощь в пространстве? Не одна собака поела за счёт того, что он от себя отрезал А он, реализовав себя, свой потенциал души Найдя задачи души Взял и не отрезает себя Просто как бы с излишком Кормит, поет, создаёт, транслирует То есть из-за забилия у нас уже есть возможность Всё, что угодно делать То есть мы достигли определённого уровня Из которого, по сути, всё, что угодно уже можно воплотить И это будет Потому что у тебя уже здоровая ценность Прикалываться хоть церковь на крайнем севере Хоть что Да, то есть, соответственно, мы с тобой берём вот эту историю Что предвижу какие-то вопросы Что есть же какие-то там бизнесы неэтичные Кто-то сигареты создаёт Кто-то медицину Ну вот, да, транквилизаторы Лучше бы мы в медитационных центрах сидели Чем под транквилизаторами Кто-то ещё что-то делает И это всегда про то, что всё в балансе Человек же всё равно свои ценности транслирует Я хочу денег, поэтому буду создавать заводы Пусть все курят Но дальше у человека, который, например, занимается собой выбора курить нет Тогда завод бы рассыпался А если человек курит И его ценность курить Вот они вот так вот Вот так мир и работает Вот так работают все тайны этого мира Спрос рождает предложение И это так просто И это абсолютно очевидное правило Которое работает в материи Если какая-то хрень происходит Значит, на это есть спрос Если валяется пластик Значит, люди всё ещё выбирают покупать в пластиковую упаковку Или как минимум бросать её Понимаешь, как минимум бросать И у нас есть выбор Мы можем либо негативные чувства на этот счёт испытывать Усуждать, критиковать Либо продолжать делать своё дело Заниматься собой И когда уже будет изобилие излишек Мы можем взять и придумать компанию Которое заменит там пластиковые упаковки То есть уже из этого состояния Что-то менять Не из возмущения Сливать энергию, по сути, на это на всё Хорошо И вот оно прекрасно Брать идеи просто Соединение материального и духовного Я сейчас, кстати, увидела Что, по сути, вот они крючочки То, что меня может стригерить Тот же валяющийся мусор Может стать моей идеей Моей мотивацией Когда я закрою свои базовые потребности И пойму, что так, ну у меня всё есть Нет, ну ты же можешь его просто Проходя убрать И тогда тебе спокойнее будет Ну, я могу вообще много что Но глобально это не очень Как будто бы что-то меняет Хотя, конечно, всё с маленького Глобально это меняет твои ценности Потому что когда ты будешь Каждый день, видя мусор, не ругать И вот эта бабкина история О, боже, на мусор Или поднимать это А поднимать и думать Блин, прикольно, минус одна Надо погуглить вообще Что за заводы могут быть здесь По переработке пластика Сколько мне на это денег надо Может я попробую договориться с инвесторами Ведь избыток Это не всегда я заработала миллионы Избыток ценностей И энергии Это своя стая Которая говорит тебе Слушай, у меня есть пара миллионов Ты что хотела? Ты говоришь, пластик меня бесит Я говорю, ну на тебе пару миллионов Как бы давай попробуем сделать с этим Потому что это тоже моя ценность И вот так вот как бы рождается цепочка здоровых людей Энергетически здоровых людей Людей из одной, я не знаю, как тебе сказать Касты, истории, вибрации Вот они как бы совпадают И им классно То есть это готовность включаться энергетически В процессы, которые соответствуют моим ценностям И вселенной И мира Потому что очень многие сейчас Маркобесии заключаются в том Что все пытаются включиться в процессы мира Но при этом им абсолютно похер на то Какие процессы происходят у них внутри Они живут с удобными людьми Не всегда с любимыми Они соглашаются на какие-то меньшие вещи Вместо того, чтобы сказать себе Я лучше сейчас вот без этого Но зато с тем, что мне важно Они ходят на работы, на которых им нехорошо И я так же делала И накопив негативный потенциал Я сделала быстрый рывок Но негативный потенциал Это не я ходила и думала Какая мерзкая работа, как я устала А уставая на работе И понимая, что она не моя Накопив негативный потенциал Я просто одним махом уволилась И сделала скачок и рывок То есть, по сути, это про то Что мы можем в любой момент Энергию взять и просто перенаправить И она не то чтобы негативная даже Она просто очень сильная, скопленная Батарейка Если два конца батарейки Будут положительно заряжены Она будет заряжать? Нет Баланс И вот то, что мы все видели Некоторое дерьмо Поэтому я всегда говорю Кормите Самое главное Это кормить своих демонов Свою тень Видеть её, признавать И я как бы Очень много тоже Когда-то её интервью Или когда разговариваю о чём-то Я говорю Да у меня огромное количество Разрушительной силы Придёшь к индуистам Они такие Это шиво Придёшь к каким-нибудь хинду Они такие Это калиф тебе Придёшь к кому-то там ещё К психологу Он скажет Это твой нарциссический радикал Да, это всё Чёрт возьми моё Это часть меня И оно всегда прокормлено Настолько, что спит А как кормить свою тень Правильно Не запрещать ей ничего Но ты пару раз разрушишь Получишь по морде А потом будешь разрешать В умеренных количествах Думая о последствиях Все и волки сыты И овцы целы Простой пример Очень прикольный Я люблю Я хожу на бокс Ради того, чтобы это всё сбалансировать Я прям люблю драться Мне прям это нужно Я обычно делаю это с мужчинами Потому что женщин я, например, не могу бить И когда у нас спарринг Когда мы к чему-то готовимся Когда мы отрабатываем удары Я мало думаю о том, как моему тренеру Потому что как минимум он в защите Как максимум Я тоже понимаю, куда бить Если у меня, например, с людьми на улице возникает перепалка И я, как правило, в неё не вступаю Мне просто неинтересно Просто неинтересно Потому что я себя уже накормила на боксе Мне нормально там вся энергия негатива Агрессия, усталость выплеснулась Если иногда я люблю поспорить с людьми Подискутировать Говнецом покидаться Но тоже приятно Да сама ты дура Делать это в публичном пространстве Условно Мне там кто-то написал в директ И я это выставила в сторис И сказала Вот, смотрите, люди Какое говно пишут Мне это неинтересно Мой демон кормится Когда кто-то пишет мне говнокомментарий И тут я говорю Гуляем! Фас! Да как бы оно такое Очень сбалансированное Не я нашла, к кому прицепиться А вы в публичном пространстве Мне что-то написали Ну, получи ответ То есть это про границы Это просто про знание Что я готов съесть Что нет И история с тем Что ой, да ничего Это просто их мнение Они там просто в травме Это... Это суждение опять Я не в курсе В травме они или нет Мне похер У меня вопрос Я хочу сейчас реагировать или нет Если демон у меня такой сидел Три дня на голодном байке Такой, ну пожалуйста Давай мы напишем Ей, что он тоже дура Я говорю, ну напиши Он такой, ты дура И всё И он как бы вышел И пошёл гулять Вот эти наши тёмные стороны Какая-то такая тёмная энергия Она же неплохая Она просто должна кушать Тоже должна кушать Мне как раз Болиц сказал Про то, что у нас Он сказал, что у нас есть пять энергий Я не знаю, что он имел в виду Но что, например, в его случае Это он там любит выпить Если хочется выпить Выпей Но на это потом Выпей литр воды ещё И тогда, в общем-то, всё равно Что ты выпил алкоголь Ну это как история, да? С кофе Сохрани баланс Но важно кормить вот эту вот ту Которая хочет выпить Потому что если её не кормить Она начнёт ревновать К другим, которых ты кормишь И устраивать такое Что мало не покажется Любые параллели Маленький ребёнок Маленькая девочка внутри тебя Хочет тоже какую-то ерунду поделать Ей же не всегда Серьёзными вещами Ходить и работать над собой Вот эти безжизненные женщины Которые вечно прорабатывают себя Мне их жаль Потому что я не видела Ни одного счастливой истории Брака, отношений, семьи и детей Поэтому, когда мы с тобой Возвращаемся к теме практик И двигаемся в сторону Например, той же регрессии И я с неё начинала До того, как начать работать с людьми Создавать лилу Создавать курсы Создавать практики Структуру развития Систему Давать людям возможность Понимания крючков Вот этих Знаешь, вот представь Как Вселенная Для каждого индивидуума Спускает эти крючки И они всегда висят Мы называем это возможностями Изобилием Окном чего-то Вопрос Зацепился ты или нет Ты же можешь подумать Мне так интересно Ну пройду мимо Сейчас не время И этот крючок ушёл А он мог бы поднять тебя выше А когда ты себе разрешаешь Что-то пойти Вселенная такая Хоп Тебя подцепила И ты видишь сразу результат Когда кто-то тянет тебя вниз Ты тоже сразу видишь результат Поэтому, когда я начинала Самопознание Саморазвитие Когда я задавалась вопросами Что в этом мире происходит Как работать с энергиями За какие ниточки дёргать За какие крючки цепляться Я начинала исключительно С практики регрессии Потому что самый первый опыт Это опять про результат Мне предложили пройти практику Я согласилась Заплатила деньги Пошла в практику Вынесла опыт Который через день Мне принёс 50 тысяч рублей За заработка А у меня зарплата была 50 тысяч на тот момент В месяц А тут я за один день заработала Я такая Работающий инструмент Мать моя женщина Надо брать И взяв этот инструмент Год я занималась регрессиями Для себя Сама с собой Для других людей И я получила результат В своей жизни И клиенты получили результат В своей жизни И за результат мы берём Либо внутреннее спокойствие Баланс Что-то с этим связанное Либо деньги Отношения Секс Оргазм Что-то, что тоже можно измерить И вот оно такое Из мягкого в твёрдое Это структура Твёрдая Стержень И по сути материя И мягкая Это наша гибкость В плане наших убеждений То есть ценность Но при этом Мягкость Ну представь Мы как канал энергии Мы находимся в этом теле У тебя тут зажёвано Тут зажёвано Можно по чакрам пройтись Тут зажёвано Тут зажёвано И из канала водичка Кап Бл-бл-бл И до низа не доходит Кап Бл-бл-бл И до низа не доходит Ты вроде какой-то красивый А вроде мятенький И вроде результаты не те И вот как бы Регрессия для меня Стала возможностью Разгладить складки А выстроить экологичное Отношение к телу Как минимум Потому что вопрос А почему я там переедаю Или не могу себе отказать в еде Почему спорт нерегулярный Почему мышцы не тянутся Почему кому-то легко А мне тяжело То же самое, кстати Ты находишь ответ в эгрессии И что там за история Интересно очень Просто это каждый раз Настолько удивительно Вы даже не можете себе представить Насколько неочевидными Порой бывают причины По сути Того, что сейчас мы в этом воплощении Имеем как следствие И нам кажется Да что вообще не так У нас будет с тобой Я думаю, что сегодня Классная практика Для вашего телеграм-канала Как понять кармические задачи Заглянуть логикой И сознанием Заграни рациональной Заграни рационального В иррациональной Но логикой Круто Друзья, для вашего удобства Мы опубликовали практику Отдельным файлом В нашем телеграм-канале Абсолютно бесплатно Поэтому после просмотра Этого интервью Проходите по ссылочке В описании под видео В наш телеграм-канал И смотрите практику там Будет классный мастер-класс По регрессии Потому что не все могут Зайти в регрессию И если люди заходят в регрессию И они на мастер-классе Это понимают И им это интересно То вот я создала Специально бот По регрессии Где человек может рассчитать По дате рождения Кем он был И он уже такой понял Что регрессия получается И он уже понял Что ему откликается Он просто заходит Берет пакет регрессий И по сути Разглаживает складки На одежде Входят эти ответы И успокаивается То есть по сути Не каждый может Зайти в регрессию Потому что ум Недостаточно спокоен Цепляется за крючки В данном случае негативная То ли я вижу Правда ли это Нужно ли мне это Вдруг я вижу свою смерть А мне страшно А вдруг это неправда А вдруг это все фантазии А это иллюзии А как мне это поможет А если я сейчас заплачу деньги И не получу опыт Все волшебство рассеялось Ни одна энергия Высшего порядка Не пройдет через зажимы А как ты можешь помочь Подготовиться к регрессии Мы, знаешь ли Попотеем Ага Над телесной медитацией Это будет в мастер-классе Это будет в мастер-классе Это 11 минут Одной из тяжелейших Медитаций телесных Такие же примерно Медитации я даю На своем курсе обучающем Потому что выходить к клиенту С сжёванным мозгом нельзя Будет кривая информация И они тяжелые И я всегда говорю своим студентам Что вы меня будете ненавидеть Ближайшие 120 дней Но зато всегда помните обо мне И результаты поразительные Потому что от таких телесных практик Мало того, что люди выходят из комплексов Заканчиваются панические атаки Проходит псориаз Уходит бессонница Кто-то беременеет, кто не мог Кого-то повышается уровень оргазмичности Здоровья Один раз у меня девочка Минус 5 было зрение У неё в единицу она вышла И ни один врач не смог это объяснить Регенерация тканей произошла Поэтому часть таких практик Я даю уже на серьёзном курсе Который такой долгоиграющий Чтобы мы под наблюдением кураторов Всегда были На вебинарах присутствовали А то, что у вас будет на мастер-классе Это всегда останется для себя Это классная практика И как минимум она уберёт Все слои напряжения Класс! Это бесценно! Та же история, что и в кундалини-йоге Ты не просто сидишь сосредотачиваясь Ты делаешь действия Как ошей медитации Как динамической медитации Ты входишь в пограничное состояние У тебя синхронизируется тело и сознание Вот это, да? Они входят в единый ритм Дальше ритм Замедляется И наступает тишина И ты, сохраняя эту тишину Тренируясь регулярно Мало того, что в регрессии попадаешь Мало того, что канал открывается Я себя слышу Я себя чувствую Я себя понимаю Энергия выстраивается Человек больше не находится В эмоциональных качелях В раздраивах В бесценивании Потом через месяца Года В зависимости от того Кому сколько нужно Чтобы крючки идти Увидеть и подняться Получаются красивые результаты Человек начинает красиво жить Удивительно, что за 11 минут По сути можно 11 в день 11 минут в день И у тебя состояние Из которого Уже всё остальное Начинает раскрываться Самое ценное в нашей жизни Это время Потому что для души И энергии времени нет Для тела есть И когда мне говорят Например Можно с тобой в Лилу поиграть А сколько нам с тобой заложить времени? 6-7 часов? Я такая За 6-7 родить можно А я бизнес создам за 6-7 Ещё команду наберу Поработать Я говорю Поэтому час-два И всё Потому что ресурс Мозга ограничен Почему в регрессии Не лежат 3 часа? Потому что тебе затечёт тело Почему у людей При болезнях Пролежь не образуется? Потому что мы не можем Постоянно лежать Почему люди тупеют Когда они читают Тупые книги Смотрят тупые фильмы? Потому что ты Становишься на одной вибрации С тем, что ты потребляешь Поэтому история В регрессию зайти Это история Тихо Тепло и сухо И ты сам видишь Сам проживаешь Тебе никто не говорит Никто не подсказывает И вот эта самая история Что это правда В теле идёт отклик Ты когда вот чувствуешь Свою еду Ты понимаешь Что ты её хочешь Ты чувствуешь Своего человека Ты понимаешь Что ты его хочешь Ты чувствуешь что-то своё У тебя есть отклик Регрессия То же самое Ты видишь прошлую жизнь И у тебя что-то дёрнулось Где-то стало горячо Где-то холодно Где-то тепло Где-то заболело Где-то расширилось То есть ты прям Как будто находишься В энергетическом Каком-то шторме своём И там вопросов быть не может Что это не твоё Потому что Бессознательное Вот это сверхсознательное Принесло Мы знаешь Как энергия Как спрут Как осьминожек Опускается в тело И вот как щупальцы Соединятся со всеми Конечностями Так вот я себя и проживаю И вот в регрессии Это возможность Так сказать Полностью зайти в тело И уже Чтобы оно вспомнило Что было Если у тебя какая-то история Из регрессии Я вижу, что есть Потому что интересно послушать Я думаю, что Далеко не каждый Имел опыт Регрессивного гипноза У меня он был Я понимаю, как это работает И я понимаю, что История, которую я Оттуда вытаскивала Это то, что я бы В жизни сама не придумала То есть в тот момент Когда я бы могла Засомневаться Что ой, да это Я там это Я не придумываю такое Такие сюжеты Это надо постараться Но было И не было сомнений Что это я Вот это есть та история Возникает знание То есть картины нет Термометра нет Нигде температуру не померить Ни в какой чакре Но я знаю, что это было Вот это показатель Наверное, интересно узнать Историю, которая Может быть, не знаю Изменила всё С которой всё началось Что-то такое Они прям две Такие душесчипательные А одну историю Про маму Мы оставим На мастер-класс Потому что Когда люди получат При приобретении Мастер-класса В подарок Регрессию Уход от страхов Получат в подарок Подготовку Медитацию Телесную активацию Вот этого спокойного сознания Я скажу Как к этому готовиться Что надо делать И расскажу про историю с мамой Потому что История с родом Это не история С семью поколениями История с родом Это история с мамой и папой Когда мы не понимаем Что с мамой происходит Что за отношения Мы не сможем Вообще, в принципе Женщинами отношения выстраивать Они нас окружают И вместо здоровых отношений У нас будет конкуренция Сравнивание Обесценивание Болезненность И вместо умения Дружить, отдавать и делиться На историю с мамой Будет накладываться Лёд, холод Пламя Демоны В зависимости от того Что мы пронесли в этот момент Из этой родовой истории Поэтому про предназначение По женской линии По умам Мы поговорим На мастер-классе Регрессия Это практику Которую в обязательном порядке Проходят все мои мастера Игры Лила И тысячи моих клиентов Уже более пяти лет Вместе со мной Погружались В путешествии В прошлые жизни Этот нереальный опыт Я считаю Нужно пройти Каждому Кто занимается Саморазвитием Самопознанием Каждому Кто хочет выйти За рамки привычного Как сейчас принято говорить Матрицы Чтобы посмотреть на себя В текущем воплощении Другими глазами Мы с вами будем погружаться В тот блок В нашем подсознании Который отвечает За самый большой страх Кто-то боится бытовых вещей Воды Огня Высоты Кто-то боится Более тонких Более философских вещей Боится проявиться Боится потерять любовь И вот все эти страхи Имеют под собой основу И я предлагаю В практике регрессии В эту основу Заглянуть Тогда история Которая По сути Разблокировала тебе деньги Разблокировала У меня клиентов Потому что Если мы берем историю С деньгами То деньги Это всегда клиенты В любой сфере Ну в любой Не падают с неба Они через людей Они вот Тебе надо На Как бы я передаю тебе То, что ты бросишь Вот И это момент Был Когда я Как раз ушла С работы С которой Ладной там Я как бы Ее уже не любила Но тут все пространство Мне сказала А двери закрыты А я 15 лет В одном деле А я не понимаю Что должно Открыться больше И невозможно Не заниматься Саморазвитием Когда ты уперся Когда ты в долгах У меня были кредиты У меня хера В отучи обязательств Была финансовых Я просто была Вот сейчас Как и принято говорить В жопе И света там Не было вообще Я была Отвернута В другую сторону От выхода В каких-то поисках себя Как бы С учетом финансовых возможностей Я ездила на все ретриты Как волонтер Мы готовили еду И мыли туалеты Время на практике Уже не оставалось Но только вечером Можно было за деньги Например кому-то пойти Потому что все бесплатные практики Днем заканчивались И я заняла Последнее Прямо как сейчас помню 3000 рублей Заняла подруга Я говорю Я тебя когда-то верну Я надеюсь Очень скоро Я говорю Но мне очень нужно на регрессию И у меня не было истории Мне нужна прошлая жизнь У меня была история Мне нужно понять Почему у меня нет денег Вообще Куда мне двигаться Почему Как бы Что происходит И соответственно Я ушла в регрессию Был очень классный мастер Очень мощный Я потом у него По итогу отучилась Да То есть я переняла знания Которые Если сейчас уже создают школы Да И какие-то там Курсы То тот момент Это было от мастера к мастеру От мастера к ученику Так я нашла Своего первого духовного учителя И в общем Собственно с ней Я иду в эту регрессию Большое пространство Много людей Я слышу ее голос Она дала все инструкции И я иду с запросом Что меня сдерживает От клиентов Денег Людей Роста Что вообще является Ключевой Как бы затычкой Потому что я чувствую Что энергия Исходящая от меня Во что-то упирается И все Она не может это пройти Это иррациональное понимание Но тем не менее Оно возникло Я в этой регрессии Значит лежу И тут я прям Я вижу себя стариком Прям древним-древним Старым-старым Такими блеклыми Знаешь Вот этими голубыми глазами Прям вот уже все Они пеленой такие Я лежу под деревом Под огромным деревом Я вот смотрю наверх И я внутри себя А мы лежим С закрытыми глазами С повязкой На глазах Я вижу Как я лежу У огромной какой-то сосны Знаешь Вот эти вот Как секвой в Америке Там же вот эти тысячи лет Это огромные стволы Огромная зелень Тишина Птицы Я лежу на каком-то Нереально мягком мху На траве Все зеленое Синее Небо Такое красивое И я лежу И я понимаю Что я умираю И у меня нет ни воды Ничего До меня даже звери Не успеют дойти Потому что я просто умираю Уже Все Я лежу И понимаю Что я умираю В этот момент На губах слова Я ненавижу людей Я ненавижу этот мир Я не вижу в нем справедливости Я проклинаю Бога За то Что Он создает людей И создает мир И я не хочу никогда Больше иметь дело Ни с людьми Ни с Богом Я ни во что больше не верю Я умерла Картинка закрылась В регрессии нам предлагают Вернуться И что-то перепрожить Либо вернуть на свои места Либо простить и отпустить То есть нужно что-то сделать с этим Я как бы Отматываю пленку назад И говорю Что было в жизни-то Проведи меня по событиям Ключевым в твоей жизни Я вижу себя в каком-то Селе Да Вот еще коней и лошадей нет Колеса еще не созданы Мы там что-то катаем по земле Какую-то фигню Вот это все зеленое Вот эти дома Такие земляночки Да такие приежемистые Сосед к соседу Поселение То есть вот село Там 20 домов Я высокий Такой классный парень Статный Открытый Улыбчивый Я как ни посмотрю картинки Я все время такой Я женюсь И она мне рожает Двух сыновей И умирает И я принимаю решение Что у меня не будет больше женщины Потому что мне нужно вырастить сыновей И как бы вообще Я ее любила Как бы да и все И нормально Я остаюсь один Рощу сыновей Отдаю им все самое лучшее Они у меня грюмые Хмурые Какие-то потребители Я это вижу У меня сердце не на месте Но я продолжаю быть Таким Папа Для вас Я такой же для соседей Кому-то несу воду Кому-то строю забор У какой-то бабушки Что-то еще делаю Вот так я проживаю Всю свою жизнь Ко мне всегда все идут Кто-то принесет молоко Кто-то хлеб Меня всегда Обо всем просят Вот я есть И тут у меня 90 лет И мои сыновья уже выросли Женились И они просто сказали А мы не хотим За это больше ухаживать Нам уже это в напряг Давай На съедение волкам В лесу Короче А ноги не ходят Слуха уже нет Глаза не видят Ну как бы Руки не поднимаются Они волокут меня поселению Куда-то на туда Да там пару километров Чтобы выбросить Просто меня оставить У камня И без воды Без еды Без всего У сосны И когда меня волокут По деревне Оборачиваясь Я вижу всех Кому я помогал Их детей Уже их внуков Все смотрят И никто ничего не делает Никто не осуждает Моих детей Никто не хочет Забрать меня к себе Никто не хочет Мне помочь Ничего И все Дальше я опять вижу Эту картину Я лежу И я ненавижу Ненавижу детей Ненавижу свою жизнь Ненавижу Что я был открытым Ненавижу Что я всем помогал Ненавижу Что это все несправедливо И все твари И все сволочи И бог вообще Скотина последняя вообще И я опять умираю Я опять возвращаюсь В этот момент И понимаю Что в этой жизни Я ничего не могу поменять Это был опыт Я спрашиваю себя В чем опыт Это мантра Четвертой чакры Разрешите себе Быть другим А другим людям Иными Я им не разрешала Быть иными Я считала Что они должны быть Как я Закрытое сердце Доброта из закрытости Я добра И вы должны быть добрыми Энергия В будущей жизни Не могла пройти Потому что чакра Была заблокирована В том пространстве И я был добрый Но выборочно Я был добрый Но ждал И когда я там Себе говорю Прости их И тут дело Не в прощении А в принятии Потому что Ну вот так вот В этом мире Оно все Как должно быть Здесь нет ничего лишнего И ничего ненужного И он это понимает У него слезы на глазах Он умирает в другом состоянии Он разрешает себе Просто умереть спокойно И у тебя в этот момент В регрессии Отрезается Привязка Ты проходишь опыт Опыт возвращается к тебе У тебя увеличивается энергия Я пришла в себя И на следующий же день Я заработала 50 тысяч рублей У меня заказывали все таро Браслеты Разборы Нумерологию Точно собственно Чему я уже отучилась Закончив основную работу Я такая А я людей-то люблю А до этого-то я их не любила А до этого-то я не Как бы для меня были Челядью лечить Которую надо Раз я умею И это подсознательная история В сознании Я думала, что это моя работа Работать с людьми А подсознание И сверхсознание Имело зацепки Не будешь ты работать с людьми Ты их не любишь Когда энергия отрезалась И вернулась Вернулся потенциал Хлынул поток людей Потому что сознание Не видела А подсознание разрешило И сознание Видело Как подсознание Разрешило По сути То есть Ты это чувствуешь Энергетически Знаешь Вот когда Есть какое-то Пиковое напряжение От чего-то И потом ты такой Фу И всё И вот в этом состоянии Ты понимаешь Что это оно Он как бы расширяет тебя Оно происходит Да Там что-то Исцеляется Как будто бы Ты это ощущаешь Всё точно Ты это ощущаешь При этом ты не понимаешь Ну окей Теперь я это понимаю Но Как-то нет какого-то Видимого результата Того Что сейчас Что-то произошло А потом Это начинает Разворачиваться Оно Знаешь Один из моментов Правильного И здорового Экзистенциального Опыта Опыта за рамками Воплощения Мы ещё называем Это часто Трансцендентный опыт Кто-то за этим опытом Ходит Нелогично Неправильно Айвазка Грибы Галлюциногенные Какие-то истории Это Желание Получить Трансцендентный опыт Не экологичным путём Потому что Всё Что бы мы не принимали Это отравление Это отравление А отравление Очень простые сиптомы Имеет тошноту Рвоту и понос Головокружение Поэтому Когда мы идём Экологичное Я шла в Трансцендентный опыт И всегда Через дыхание Через полное Выключение Системы Вот этого Мыслемешания И через полное Расслабление Я проживала себя И пылью на ковре И звездой В космосе Ты это можешь Один раз Сказать словами Я пыль Но опыт Ты не опишешь Но ты его знаешь Слов В земном воплощении Не хватает Чтобы описать Опыт Вне земного Воплощения Но ты его знаешь И это один из моментов Правильной проведённой Регрессии Когда это не описать Когда это не описать Но Поскольку тебе это не описать У тебя нет сомнений То есть кто-то тебе скажет Что сумасшедшее Ты скажешь Up to you И пойдёшь дальше Потому что Когда ты сама Будешь в этом сомневаться Это будут опять зацепки Желание доказать Или желание писать Желание потратить В пустую время Энергию слова И она туда сливается Кстати Когда пытаешься Изложить слова То, что За пределами Пытаешься уложить И вот уже Скомканная получается Энергия Которая могла бы Просто расширяться Те же самые истории Со здоровым И понятным Ченнелингом Получением информации Принятием информации Это когда Мы не можем Это Вербализовать То есть понять Увидеть А щупать И как-то сказать Мы это можем Только чувствовать Поэтому я всегда говорю Идите лучше Через практику К себе Чтобы никогда Ни у кого не спрашивать А как Поэтому Экспертов Специалистов С кем я работаю Наставников Всегда нужно выбирать Не те Которые люди Отвечают тебе на вопросы Это учителя Они учат А те Которые являются Мастерами Они тебя Ничему не учат Ты сам всему научишься И это порой Неприятно И болезненно Поэтому я всегда говорю Моя методика Духовных пиздюлей Идёт в ногу Со временем Делает больно Неприятно Но то ты начинаешь Думать сам И чувствовать сам И после этого Начинает Всё Происходить Само Умному Умному Всё само То есть Пространство зеркалит Ты сам всё делаешь И оно начинает Всё само Делать Наша задача Просто выйти Поэтому Сонастройка С пространством И история С изобилием Человека Это история Разрешить себе Видеть крючки И история Разрешить себе За них цепляться История С этими Сущностями Подселенцами История Некорректной Передачи данных История Некорректных Энергий Это когда люди Цепляются За нижние Крючки И это Сразу Видно Негатив Критика Осуждение Обсуждение Непринятие Разрушение Категоричность Высокие крючки Дают тебе Изобилие Ты сразу Дёргая Получаешь Человека Друга Деньги Возможность Коллаборации Кооперации Стаю Но это В моменте Чувствуется Какой крючок Мне представляют Ты встретилась Со мной А я предложила Тебе набухаться И утром У нас похмелье За какой крючок Ты зацепилась С этим понятно Потому что Моя ценность Не про алкоголь Я не пью алкоголь Я тебе условно говорю Вот тебе что-то Предложили Ты зацепилась И как бы Попроснулась В не очень Хорошем состоянии Ну то есть Это уже по факту По факту Я это понимаю То есть В момент крючка Я могу Либо интуитивно Чувствовать Что это Если здесь Не смято Да Если здесь Смято То уже по факту Ты просто Идёшь Травма на травму И не встаю А ну Как бы Как бы Свою историю Ну эмпирическим путём Получаю опыт Ну вот я просто За то Чтобы как бы Учиться То надо Побыстрее Нет времени Сейчас Искать истории Что это мой опыт Нет истории Что травма Это мой опыт Она мне была нужна Все травмы Которые нам нужны Мы уже получили в детстве И во время беременности мамы Вот это все И в прошлых жизнях Вот это все те травмы Которые нам нужны Для корректировки Экономических задач Раскрытия потенциала Умения видеть себя Все остальные люди Которые притягиваются На наши Ну условно Иллюзии Они лучше бы не притягивались Можно же подумать Включить голову И обойти эту историю Мне нравится твой подход Тем, что для тебя Регрессия Это не бесконечное Копание В прошлых жизнях Чтобы что-то там узнать Травма А работа С конкретным Запросом Который уже Вытек Все Вот очевидно Что сейчас Про деньги нужно спрашивать И он идет В параллели С материальным миром То есть У меня проблемы В отношениях С построением отношений С мужчинами Явно это идет От отца Почему бы нам Не встретиться В регрессии С папой И не обговорить Наши Кармические долги Приняв его сторону Как свою собственную Вынеси урок Вы проснувшись Придя в себя И увидеть В мужчинах Не конкурентов Не принцев На которых Все можно Понавешать А таких же жителей С которыми можно Коннект Водить Да Там как бы Что-то просить Что-то делать Ни на кого Ничего не перекладывает То же самое с мамой То же самое со страхами То же самое с убеждениями То же самое с деньгами Материальные Всегда мир идет Параллельно С духовным развитием То есть Мы идем По запросу Не чтобы Еще одну Жизнь посмотреть И там Все свои травмы Найти А чтобы Найти конкретный Источник Куда утекает Это все Уже Веками Перепрошить И вернуться сюда Где уже Все Развернулось Ты как-то Учишь тому Как Например Формулировать Запрос Зачем Конкретно Идти в регрессию Потому что Ну условно Мы там На мастер-классе Пойдем в регрессию От страхов То куда попадет От страхов Всегда Есть То есть Если у меня Личная сессия Я сейчас Практически Не беру У меня только Все касается Профессии Сейчас Обучение То я Разговариваю С человеком Час Потому что Иногда Бывает проблема Высосанная Из пальца Например Я сейчас Не могу Заработать Денег Нужно понять Что было В прошлых Жизнях Я задаю Простой вопрос Что ты в этой Делаешь Потому что Бывает Ты иногда Ничего не делаешь Или херню какую-то Творишь А тогда Мы смотрим Вот запрос Я хочу денег Я спрашиваю Что ты делаешь В этой жизни И он все равно С чем-то сталкивается Вот мы тогда Делаем регрессию Не на деньги А то С чем он сейчас Сталкивается Например По-хорошему В каком-то деле Человеку нужно заявить О себе Например Я на эти условия Не согласен Мне нужно Вот это Вот это Вот это Тогда будет Больше денег Все точка И он такой Я не могу Проявляться У меня Горло Мы идем С горлом В прошлую жизнь Не с деньгами И мы видим Как человека Например Были такие истории Богатого Раскулачили И задушили На глазах У публики Которые раздали Его деньги И теперь у него Деньги Это страх Быть удушенным Проявленным Потому что Забирали И у нас В роду Много раскулаченных Что-то мне подсказывает Что-то мне подсказывает Что у всех в роду Были раскулаченные Но нет Ни одной истории Ни одной страны И ни одной цивилизации Проходящие моменты Без войн Без потери Нет ни одной Поэтому история Что мою семью в роду Это история для бедных Для богатых история Есть какая-то конкретно Моя одна причина С которой я конкретно работаю И она вряд ли касается Всего мира Потому что все У всех что-то забирали И у всех что-то рассказывали Даже богатейшие люди В Америке Рокфеллер Гейт Они все Чего-то теряли У них же нет Этой истории Что боже Я теперь потеряла Столько Как же мне с этого Встать с колен Поэтому я же говорю Есть мракобесие Есть общая Есть частная Вот я за частная Частная регрессия Что с мамой Какие задачи души Частная регрессия Какое предназначение Частная регрессия Что на данный момент Актуально На данный момент Актуально Это же тоже запрос Я могу жить Проживать И не до конца Чувствовать А куда сейчас Дернуться Потому что коридор Возможности открылся Прожил Посмотрел Что актуально Пошел в одном направлении Не сомневаясь в себе Ну вот В общем оно такое Поэтому сам курс По регрессиям Там где бот Высчитывает Предлагает варианты Он как пицца Ты кусочек берешь Начинку рассматриваешь Здесь Ну вот например Про маму Мне не актуально Посмотреть бы Что мне сейчас нужно Сейчас нужно Исправил Мама всплыла Еб твою мать Все Включил Плей Прослушал про маму Увидел Прожил Отпустил Сделал медитацию На мастер-классе Будет Более В страхе Потому что бич Я не расту Потому что боюсь Все чего-то боимся Всегда есть Наверное Куда посмотреть Всегда И По себе Опять же знаю Насколько Освобождение От страха Любого Даже самого маленького Высвобождает Огромное количество Энергии Я как-то пошла В практику С запросом Который пришел Мне в моменте Избавиться От страха Насекомых Я подумаю Что за хрень Вообще Это я сейчас Сессию За которую Заплатила 11 тысяч Я сейчас буду От насекомых Может быть Что-то там Типа деньги Там мам Папа Я уже за 5 тысяч Вызову Кто уничтожает Насекомых Думаю Что за фигня Вообще Почему мне Это пришло А потом оказалось Что Я не принимала Свою божественную Природу То что Я по сути И есть Мать Земля И все эти Насекомые Тараканы Это все Вообще Все мои Ребята И это Все часть Меня Я не принимаю Единство Я разделяюсь Более того Я ставлю их Выше себя Вот эти Маленькие Штучки Вызывают вам Страх У меня Вызывают страх Что это такое И в этом И в этом опыте Я прошла Я прожила опыт Родов Как я рожаю Всю эту землю Рода Земли В общем Соединилась С Всем сущим Поняла Что Что меня тут Напугает Все я Хотя шла Запросом Избавиться от страха Насекомых Слава богу Мне полегче Было Я просто была Звездой И пылинкой На ковре Так это было Это максимально Нелогично Но Это открыло Мне Ресурсы На которых Я потом Год Мне кажется Еще Выезжала Друзья У кого Был опыт Регрессивного Гипноза Поделитесь Пожалуйста В комментариях Свои истории Что это Был за запрос Что это За история Может быть У вас Уже Сейчас Есть Результаты Даже Какие-то От Этого Похода От этого Путешествия Поделитесь Пожалуйста Нам Очень Интересно Лично Моя Регрессия То Как я Провожу Эту Духовную Практику Это Про Путешествие По Сознанию Потому что Это Основная Дверь Которая Закрывает Нам Все Поэтому Это История Успокоить Ум Убрать Тревожность Раствориться В энергии Войти В свое Тело Почувствовать Тело В этот Момент Мозг Переходит На эти Другие Вибрации Знаешь Иногда Состояние Есть Такое Когда Мы называем Это Очень Грубо Залипаешь То есть Ты сидишь Такая Ой На огонь Смотришь Такая Ой Или Где-нибудь В медитации Настолько Расслабилась Или На саун Хилинге И поплыло Вот так Чтобы Зайти В это Состояние Есть Определенные Приемы Голосовые И Мой Голос Выступает Как бы Как тот Самый Крючок Который Раздергивает Сознание В разные Стороны Сознание Устает Дергаться На эти Крючки На слова И Выключается И тогда Мы получаем Чистый опыт Регрессии Соответственно Мы идем Видим Чувствуем Проживаем Выходим И говорим Вот это Оно Вот это То что Мне нужно То что Я понял По сути Задача Настолько Наш ум Затригерить Да Чтобы он Устал Тригериться Расслабился И тогда Он уже Показывает Нам Он же Всегда За что-то Цепляется То есть Если ты Обратишь Внимание На поток Твоих Мыслей Ты же Не часто Говоря Со мной На какую-то Одну Тему В этот Момент У тебя Все равно Бывает А я Там Припарковалась Нормально Мне Сегодня Написали Позвонили А что У меня Было Мне надо Было Какой-то Счет Оплатить Ну то есть В голове Все время Происходит Какой-то Процесс Всегда Параллельный Вот нам Нужно Выключить И физический Процесс Который Сейчас Происходит И еще Параллельный Процесс И тогда Мы получаем Состояние Ясного Сознания Чистого Я знаю Что у тебя Есть пакет Регрессий Который Специально Для наших Зрителей Ты подготовила Какие Это регрессии Они как-то Специально Подобраны Тематически И почему Если так Или это Просто Самые Общие Какие-то Ты знаешь Я как бы Сейчас наблюдаю За своими студентами За своими клиентами Уже по сути Более пяти лет И я все смотрю 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 А как бы Запросы есть И они плюс-минус Одни и те же Знаешь Когда тебе Как в сито попадает Куча информации Ты просеиваешь И самые крупные Остаются детальки Через сито И вот эти детальки Это в основном Базовые вопросы Очень многие люди Сталкиваются По дороге К чему-то Со страхом Они не понимают Откуда он возник И он не дает им жить Кто-то сталкивается Но он на меня все равно цепляет Кто-то сталкивается С вопросом Например Я вообще не видел Своего отца Или он не участвовал В моей жизни А я понимаю Что это важно Кто-то сталкивается С историей Я готов к деньгам Мне нет Я чувствую Что я понимаю Что я могу их потратить Что у меня есть Какие-то Ценности Я могу развиваться Но блин Они не приходят Кто-то не понимает Почему болезненная взаимосвязь Осталась с человеком Мы были в отношениях Или вышли из отношений А там что-то Вот оно Как бы Есть какие-то Базовые вопросы Я наблюдая 5 лет Я никогда не бегу Не тороплюсь Что-то создавать Я сначала получаю Выжимку важности И получив эту Выжимку важности Посмотрев Как это работает На студентах Я решила создать Да, вот эти вот Истории с регрессиями Когда ты понимаешь Что под твой Конкретный запрос Есть практика Делая которую От 40 минут до часа Ты больше не нуждаешься В течение какого-то времени Ни в чём То есть ты больше Не бежишь что-то искать Поэтому появилась идея Дать волшебства Расслабить себя Понять, что даже страх Блокирует волшебство И убрав это всё напряжение Дать вот то, что иногда Людям не хватает Тишины Просто тишины Только в тишине Мы можем слышать Бога Только вот в этом Ясном сознании Поэтому пришла идея Создать определенный Такой бот в Телеграме Где человек может Для себя просто Подать и рождение Посмотреть более-менее Важные энергии На данный момент Которые не дают Раскрыться Дальше нырнуть Уже в пакеты регрессий А на мастер-классе Мы проговорим Страхи Как влияет История с мамой На развитие Как бы там Какой фактор Сдерживающий энергии И по сути Мы вот опять Идём вровень Материальный мир И его запросы И духовный мир И решение этих запросов Друзья Кто готов К самопознанию На глубоком уровне Потому что чувствуется Что это уже уровень Не новичков Я думаю В теме самопознания Для смелых воинов Для тех Кто Желает И чувствует И может по-другому Быть из парадигмы Старого мышления Выйти из Да, даже если мы проходили Регрессии Они никогда не бывают лишними Как минимум Если я не зашёл в регрессию Это как йога-нидра Да, некоторое расслабление Восстановление энергоресурса То есть человек Даже не проходя регрессию Например, он заснул В её моменте Он приходит в себя И такой Боже, я как будто Сто часов спал И соответственно Регрессии остаются На какое-то времечек Всегда может Если где-то заснул Что-то не получилось Вернуться Да пройти То есть как бы Вот эта история Держать руку на пульсе Всегда соприкоснуться Со своей энергией Со своим волшебством Она такая Очень классная Друзья Кто готов К волшебству Кто готов Оставить старое И пойти в новое Для вас есть Несколько вариантов У нас есть мастер-класс Это регрессия Избавления от страхов Ссылка будет В описании под видео И есть пакет регрессий Которые Вы получите Под ваш Индивидуальный запрос Как я понимаю То есть по Не, не под запрос В боте просто можно Общую тенденцию Пострелить Общие задачи Общие энергии По дате рождения Всегда видно Вот этот общий фон А дальше просто На сайте будет видно Что есть Какие есть регрессии И что входит Потому что там Кому-то что-то будет актуально Что-то будет актуально потом И вот эти названия регрессий Количество минут Которые вы проведёте Да, ещё раз Объяснение Как зайти лучше в регрессию Практика телесной медитации Перед каждой регрессией Как бонус Это всё можно найти На сайте У вас, по-моему В описании Под видео Под видео Это восхитительный подарок Это настоящее волшебство Я уже чувствую Что Новый год После такой практики После такого погружения Его можно Его невозможно Да, его невозможно предсказать даже Что может развернуться Когда нет того, что сдерживает Когда нет страхов Нету скрытых ненависти к людям И прочих Которые, да Можем даже и не осознавать Это такая классная возможность Поработать с подсознанием И сверхсознанием Мне очень нравится идея того Что по сути То, что я сейчас имею Даже если мне Офигеть, как нравится моя жизнь Но это вообще просто Вау, боль Всё есть Это не предел Это по сути Потолок, до которого я дошла А дальше То, что только предстоит За что только предстоит Зацепиться и раскрыть Это очень вдохновляет Я благодарю тебя За нашу сегодняшнюю встречу За то, что Ты чувствуешь себя Помогаешь другим Почувствовать себя И что ты Отважно идёшь По этому пути Проводника Потому что Сейчас быть проводником Это ответственность Люди хотят Проводников Они готовы к ним Но найти Настоящего проводника Это Подарок От Бога Подарок Для тех, кто Чувствует Да будет так Да будет так Друзья, спасибо большое Что вы были сегодня с нами Мы надеемся Что вам было И интересно И полезно Подписывайтесь на наши каналы На Тайны жизни На все каналы Тайного сообщества Ставьте комментарии Лайки И помнить Что чем больше Вы активны Тем больше У нас есть возможность Приглашать Интересных Для вас Спикеров Пишите ваши пожелания Пишите, пожалуйста Что из сегодняшнего Откликнулось вам Больше всего Какие у вас инсайты И до новых встреч Спасибо вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому